всем привет из северного степного крыма а сегодня уже 31 августа 2020 года последний день лета на градуснике сейчас 34 градуса в тени несмотря на то что еще утро 11 час где-то утро получается после вчерашние сушки как видите пасека летает на взяток спокойно теперь показываю я специально не убирал показывал челка работает на сурепке работает на сурепке и нет никакого тут гула напада там несмотря на то что вчера здесь стояли корпуса на сушку и был такой гул как будто как будто засели гектары акации видите челки разведка прилетает разведка прилетает нюхает хочет опять взятка взятка нету они летят на цветы занимаются светит вот такая вот еще это вот называется он слобода называет как она правильно называется не знаю но отличный пальцы нос челки на ней хорошо пыльцу собирается массово цветет сурепка всякие там разнотравья всякая глухая крапива цикорий макорий чем взяток у меня продолжается он не прерывался поэтому вот это вот осушка 6 сделал она вообще абсолютно никак не влияет вот здесь стоит ряд отводков ряд отводков никто их как видите не бомбит они себе летают охраняют он там вообще у меня облетник который только сформировал там даже плета практически нет пчелы никто его не грабит я специально наблюдаю за никто никого никуда не грабит все спокойно все нормально то есть почему эту семью разбили еще раз повторяю ну люди как-то смотрят но мне кажется что люди виден смотрят но не видят и слушают но не слышат даже объяснял прекрасно почему разбили эту семью и то что ее разбили я уверен на тысячу процентов и почему ее разбили разбили и потому что я сформировал неправильно и потому что у меня улья на теплый занос и отвода когда делаешь нужно располагать его перед летком вот эти отводки все расположены перед летком они охраняют как видите сейчас покажу вот идет сесть тут не мешать вот видите охрана сидит на летках все нормально а тот тот я вообще я как бы планировал его ну хотел я его для для пробы пару семей сделал вот эту семью делал так сзади формировал этот я думал посмотреть будет лучше развиваться нет нет они лучше не развивались они развиваются так же само вот но этот я переделал нам вперед передвину он хорошо как видите охраняет а тот получается я не сделал не успел ну как забегался с откачками этими меда потом у меня поломалась машина ну то есть как бы я ну так сказать забыл за него реально забыл прошляпил и получается вот это вот ну это мой бог я забыл за него и его получается разбили потому что на литке не было достаточно пчел которые охраняли потому что вся пчела была сгруппирована ну поту под заднюю стенку получается эти рамки были здесь с метком они плохо охранялись воровки это дело пронюхали здесь у меня есть вот такой шустрый депутат такой есть такой бакфаст у меня который не дремлет они лезут постоянно вот именно вот этого цвета пчел и именно они ну вот именно бакфаст я их постоянно регулярно наблюдаю они крутятся вокруг ульев рыскают туда-сюда вынюхивают вот залитков несмотря на то что есть принципе с чего носить и пчелы носят прекрасно то есть он весь сезон крутится в залитков в эти пчелы и я так подозреваю из-за этого у них и меда больше чем у других взяток у них идет постоянно потому что почему-то другая там вся пасека например смотришь практически не летает а баки летают и активно так летают а куда они летают понимаете ну то есть все пасека не летает они летают и прилетают полные надо задумываться куда они летают зачем они летают откуда у них взяток-то появляется тут они гады у меня получается раньше извиняюсь опять сообщением через получается у меня раньше не было бакфаса на пасеке но у меня при соседу здесь вот есть начинающий пчеловод но уже он как бы не начинающий уже он сколько лет ну несколько лет держит пчел я ему продавал свои лежаки потом продал своих пчел именно но от своей от карники хороших вот и сейчас он их держит и у меня нет этих проблем с воровством у него нет проблем не зимовкой там хотя он практически это с пасекой толком не работает он так как я работаю он не уделяется только времени пасеке у него некоторые у него есть другие дела пасека у него так чисто хобби дома меда покушать у него короче он привез тоже бакфаст и тогда я узнал что такое воровство у меня началось здесь воровство начали его бакфаст и желтые лезть моей темной карнике это постоянно регулярно наблюдал карника их лупила кто-то прорывался кто-то все-таки воровал где-то их лупила ну в общем я это постоянно регулярно наблюдал как только спадал взяток нападали сразу рыжие его пчелы бакфаст и тогда у нас было мы двоем 2 здесь было у нас пчеловода то есть мы двоем здесь никого больше не было ни на кого было решить потом появился третий пчеловод но у него на практически же не осталось пчел поэтому там уже пасеку можем уже не считать практически поэтому принципе я начал наращивать потихоньку количество семей потому что он соседей уменьшилась где-то оптимальное количество на в одном селе здесь на тачке оптимальное количество по моему мнению примерно на скидку то что я прикидываю здесь это 30 пчелосемей более 30 пчелосемей на точок уже не будет того взятка не будет стабильных вот этих вот приносов как сейчас у меня есть стабильные приносы к примеру если сейчас поставить здесь 50 семей в селе уже получается вот этой сурепки им уже с трудом будет хватать на развитие а если поставить 100 семей то им вообще ничего не будет хватать потому что приносы будут там у них мизерные они будут драться за каждый цветок вот так вот я могу наблюдать вот здесь вот цветущую сурепку на которой вообще нет пчел потому что вокруг этой сурепки куча оси обочины и они там себе собираются у них он прям перед летками тут сурепка и они нет пчел потому что они летят туда где ее побольше покажу идет хороший взяток здесь еще не сокращал хотя вот это уже можно будет и сокращать поставить вкладыши здесь можно один пока поставить вкладыш вот эта семья к примеру более сильная и нельзя ставить вкладыш потому что они будут выключиваться вот как и карника например сейчас покажу как карника работает карника работает не в чужих ульях а на цветах сейчас покажу как она работает карника шурует у нее идет стабильный взяток карника практически она неделеная брала я от нее через время три рамки расплодом но это не сразу было через время по одной по одной и дергал для отводочка подселю ну в принципе я ее так жестко не делил потому что свои семьи делил по жесткому увеличивая пасеку в общем вся нагрузка в основном легла на моей семьи у них я отбирал маток а здесь матка все-таки была постоянно она продолжала сеять ну то есть учитывайте это целостность семьи практически сохранилась там чуть-чуть мы ее поддоели на такой мелочи на три рамки но хотя три рамки это получается 6 рамок пчелы из расплода вышло и плюс три рамки это 9 рамок это короче корпус пчелы по сути мы забрали у нее но с учетом того что я со своих брал и по 8 по 9 рамок пчелы с расплодом дергал постепенно отводки подсиливая поэтому можно сказать что я их не доил а баков совсем не доил и при этом баки сейчас по силе слабее карники этой и расплода у карники два раза больше но зато у баков и взяток весь сезон грешным делом конечно думал я бакфаст здесь все опять разбили мне отводок в общем последняя была капля на чашу весов если мне весы колебались еще водить бакфаст не водить то теперь короче не водить переборола прошлом году меня не одну семью здесь разбили сейчас выйду мешать челка работать прошлом году мне эту семью разбили я ну это я вообще тысячу процентов уверен я наблюдал как это происходило потому что они туда массово сошли и и летки сократил и нихрена это не помогло они и разбомбили вынесли оттуда практически весь мед и все я ее расформировала здесь от была семья кстати тоже был бакфаст 2 бакфаст обе покупные матки и бакфаст разбил бакфаст получилась вот такая вот история но там матка сеяла пропусками какая-то она была никакущая покупная короче мало того что на этом бакфасте я это самое потерял семьи прошлом году я потерял три семьи из-за из-за этой покупки бакфаста получается и в этом году уже опять они меня семью от минусовали все таки и не буду я держать бакфаст все таки буду я держать своих пчел работать буду над своей пчелой это будет для меня стоить вот так 0 0 рублей 0 копеек пчела проверенная у меня годами буду я с ней работать и работать дальше над ее селекцией отбором лучших из лучших как я этим занимался и буду все равно бакфаст и да они приносят как и карника более чистая вот у меня они приносят стабильно стабильный взяток мать то есть но это как стабильный принос идет стабильный но именно получается как стать если неделенные семьи правильно работать с моей пчелой моя выходит в лидеры и именно семьи рекордсменки семья принесшая мне прошлом году 16 корпусов товарного меда за 4 месяца товарного взятка было именно моей селекции бакфаст принесет свои там стабильные 50 килограмм меда на стационаре но он его принесет половину как минимум соседних ульев из соседских пасек это спорте со мной не спорте это даже не хочу спорить я просто наблюдал это все своими глазами поэтому поэтому меня не переубедить то что бакфаст и воровки жесткие воровки разбивают они семьи разбивают отводки разбивают надоело мне это не хочу это наблюдать на своей пасеке боятся бороться с воровством этим да это можно перестраховываться создавать более сильные отводки правильно их располагать они будут лучше обороняться меньше будут воровать бакфаст не да но не хочу это не хочу все-таки бакфаст последнюю зиму идет в следующем году я меняю матку и короче все и карнику тоже трозик 1075 все она хорошая это но никаких рекордов от нее не жди она будет просто стабильного так вот будет носить свои тоже 50 килограмм меда там будет стабильно приносить до самый тяжелый сезон это но рекордов от нее тоже никаких не жди в общем она будет приносить и так и будут приносить она стабильная короче пчела стабильно носит независимо от сезона а моей семьи получается при правильной работе с ними они либо стабильно приносят либо приносят очень хорошие результаты так что одна семья работает потом за две а то и за три просто нужно более ну заняться именно селекцией 5 более плотно не буду я заниматься этой ерундой матками постоянно головняк где их купить у кого купить постоянно боишься что-то не то подсунут они будут не так работать и все что-то короче не хочу то есть у матководов эти матки то нет у них маток то у них есть облет то нету то заказы то не заказано короче не хочу и вот у меня мои семьи есть мои матки которые мне ничего не стоят вообще абсолютно выводятся они у меня на пасеке облетаются меняют тихой сменой очень склонны они и как видите вон мои семьи работают он бак вас 2 бак вас карника работает которую практически может стать не делили а вот семья с которой я делал два отводка жесткой и делилась смотрите мои пчелы они работают не хуже и меда принесли короче они наравне с бак васом ой с этим ну да и с бак вас там и с карникой короче которые которые я получается не трогал бак вас вообще я не трогал ни одной рамки от них не забрал и с карники всего я три рамки забрал это ни о чем потому что с это я забирал я все девять рамок забрал три раза больше я забрал и делил если не больше даже не забирал и забирал даже не помню сколько я точно забирал но я дофига это семью я доил короче и тету и четвертую своей семье и шестую я их доил доил и по жесткому доил чтобы вот эти отводочки сделать водочки хорошая в основном большей частью сильные было парочку таких послабее я их подтянул опять же сейчас он тогда был чуть послабее и 12 чуть послабее я им подкинул пчелу расплода добавил кормов в общем взял которых было посильнее побольше там кормов я распределил короче по отводкам если у кого-то где-то еще маловато будет от основных семей где-то может дерну крайние рамки медовые поменяю чем идет взяток идет заливка за так будет продолжаться до морозов взяток сурепка осенние у нас и называют там кто-то пишет другие названия но у нас называется это сурепка осенний желтый это основной медонос еще цветет сейчас покажу глухая крапива очень много и цветет довольно таки много цветет перекати поле вот она можете наблюдать цветает что у нас там он еще сайте глухая крапива ну а из основных виноград сейчас пчелы будут активно тащить ульи это тоже тоже мед кстати виноградный сок перемешку перемешивают они тоже какой-то плюс идет потому что она в гости грызут виноград а пчелы с него берут сок несут ульи делают мед мешается он цветочным короче уходит он в зиму они на нем зиму никаких проблем с этим не видел если будет чисто виноградный сок может быть и будут проблемы но потом у нас еще бахся идет еще даже не убирали поздний арбуз его будут убирать он колется там режет его это пчела несет там бьется тоже пчела оттуда несет но процент небольшой конечно основная масса сейчас это сурепка осенняя основной медонос который пульсенос которого несут основной пульсует а клумбы еще я забыл куча всяких вон этих кусты цветущие клумбы осенних цветов очень много у нас еще у нас даже наверно осенних цветов больше на клумбах чем весенних ну или как минимум столько же все это засветает массово в общем взяток у меня будет продолжаться до морозов морозы только побьют цветы и они остановят за так если бы не было морозов это принципе все это будет свести до нового года был такой вот 31 декабря был первый мороз и все цвело реально декабре сейчас всего пчелы продолжали распад растись был такой сезон это только начинал все пчел водить меня было еще немного не помню какой это был вот но это где то есть первых из первого года моего человечества когда только начинал ну как то так все спасибо за просмотр в общем если у вас есть нормальный взяток все правильно делать никаких проблем с этой осушкой нет здесь я оставил потому что медогонку сейчас это самое мед с нее там слил еще я под вечер вынесу медогонку сюда поставлю ну разберу и вытащу кассету отдельно поставим медогонку отдельно короче и емкость которой мед я сливаю казанок тоже мы с него слили там остался мед пусть его пчелки высушат доберут опять под вечер и все я уберу уже полностью и все и начинаем обработки от клеща спасибо за просмотр всем пока